Вторая книга, которую я написал, это была моя вторая авторская программа. Первую свою авторскую тренинг «Психология для жизни» я создавал 7 лет, собирая лучшие вот эти методики туда, и потом возникла книга «Лучшие психологические методики» из этого тренинга. Вторая авторская программа, это была программа, когда меня заинтересовала следующая тема в психологии. Я видел, что есть разные школы, разные подходы к личности, но мне было это странно, потому что личность не может быть психоаналитической. В каждой школе психологии есть своя теория личности, у психоанализа есть своя теория личности, психоаналитическая. У Фредерика Пёрлза основательная гештальтерапия, свое видение, что такое человек, другое описание личности. У Станислава Грофа основателя холотропной терапии третье понимание личности, ну и так далее, я не буду сейчас перечислять. Какую бы мы с вами школу ни взяли, в каждой школе свое понимание личности. Я понимаю, странно. Человек-то один, он не может быть психоаналитическим, он не может быть холотропным, он не может быть из психосинтеза или из гештальтерапии. Один человек. Есть какие-то единые законы личности, единые законы жизни. И вот, когда я пришел в психологию, мне интересно было познать эти законы. Ну, потому что в психологии много техник, но я понял, ну а какие законы стоят за этим, с чем мы работаем. И придя в психологию, я все время над этим размышлял. Читал какие-то эзотерические книги, изучал разные духовные традиции, практиковал сам. Интересовался Блаватской, Рерихами, Кастанедой, конечно же, как без него, Айванховым. Изучал буддизм, Тайзи Цюань. Дзен буддизм мне был очень интересен. Изучал православие, христианскую культуру, Мартина Лютера Кинда из протестантской традиции. В конце концов, познакомился с ведами. И вот все время задал вопрос, а каковы единые законы жизни? И вот потихонечку это знание стало проявляться. В особенности, когда познакомился с ведическим знанием, как будто все стало собираться в единую такую картину мира. И вот второй мой тренинг «Законы судьбы» — это синтез. Синтез психологии, то есть практики, практической работы. К тому времени я достаточно уже такое хорошее, как мне кажется, мастерство, как тренинг набрал. И второе — это вот эти законы жизни, законы судьбы человек. Вот это все соединилось в этой программе «Законы судьбы». Она тоже создавалась 7 лет. 7 лет вот этой медитации, как собирался материал. Из-за этого тренинга началась моя какая-то известность, широкая. Ну так уж случилось. То есть этот тренинг стал очень широко популярным в интернете. Я помню, что очень интересно. Я понимал, что какой-то очень интересный материал проявился. Я видел по опыту, который люди получали. Они получали глубочайший опыт на этом тренинге. И мне хотелось его записать, чтобы как-то он стал известен, может быть, широкой аудитории. Я помню, я два года не мог его записать. Это что-то было непонятное для меня. Мы настраивали там магнитофон с этими кассетами. Я использую еще кассеты в то время. Он ломался. Он не записывался. Два года была попытка записать этот тренинг, ничего не получалось. И в конце концов он записался. Это какое-то чудо просто. Я уже стал Богу просто молиться, чтобы как-то он мне позволил записать эту программу. Но в конце концов она записалась. И вот эта запись оказалась в интернете. Это видеозапись была. Вернее, сначала мы аудиозапись записали, потом и видео еще. Я думаю, многие из вас, скорее всего, с этим тренингом знакомились. Это очень популярный тренинг до сих пор. Вот сколько лет уже прошло с тех пор. Кстати, сколько лет. Мы его записали, насколько я помню, в 2006 году. Вот насколько я помню. Может быть, я ошибаюсь. А может быть, даже чуть пораньше. Ну, по-моему, 2006 год. И вот он до сих пор гуляет в интернете. Я до сих пор получаю отклики, благодарности людей. Но там какое-то чудо, конечно, произошло. И чудо, как эта программа родилась. И чудо, как это записалось. Это чудо до сих пор в интернете происходит. Ну и потом у меня изнутри вот этот импульс появился. Как-то у меня из сердца что-то, вот какой-то голос стал со мной говорить. Напиши книгу. И я отказывался от этого. Я понимал, что это как ребенка родить. Я не знаю, как мужчине рождать ребенка. Наверное, это необычный опыт. Но я понимал, что это сложно. Это вот нужно просто погрузиться в это. Я два года, наверное, от этого отказывался. Внутренне. И мне разные люди просили. И изнутри я что-то чувствовал. Ну, так мне этого не хотелось. Так сложно мне это было. Я ленивый человек, на самом деле, по жизни. Как мне кажется. И мне не хотелось этого. Я говорю, ну, отстаньте от меня. Я буду просто проводить эту программу достаточно. Но потом как-то вот этот вот зов изнутри, он стал очень сильным. Я понял, что, ну, надо, похоже, писать. По-моему, еще полгода, по-моему, я привыкал к тому, что надо писать. Я уже согласился. Ну, я понимал, это же надо вот собрать все это. Вот я понимал, что там притчи обязательно должны быть. Потому что я в этом тренинге все время притчи разные рассказывал. Я понимал, что притчи, они доносят какую-то истину. Я понимал, что там должны быть какие-то знания очень серьезные. Вот. И все эти практики, их нужно описать. Я думал, ну, я лучше расскажу этот тренинг. Ну, нет, как-то вот, в общем, короче говоря, ну, в общем, решился. И два года писалась эта книга. Два года такой медитации непрерывной. Я старался каждый день находить какое-то время, чтобы писать, хотя бы там полстранички. И вот два года такой непрерывной медитации. Потому что, когда стала рождаться книга, я понимал, что я не могу просто изложить материал, который в тренинге. Потому что в книге это свой, как бы, ну, как это, своя личность. Это по-другому. Текст слова, он заставляет иначе осмыслять, иначе подавать это все. Ну, в общем, два года такой медитации. И я, как тренер, уже не хотел писать просто информацию какую-то. Потому что это должен быть тренинг, я понимал, в слове, в печатном тексте. Но тренинг, трансформация читателя должна была произойти. Не хотелось что-то изложить, чтобы, читая, люди одновременно работали с собой. И в этой книге очень много практических упражнений. Она так и называется, книга-тренинг. Я прям даже название-то дал. Не книга, книга-тренинг. Вот. Такой синтез лучших достижений психологической науки и мудрости древних санскетских трактатов. Там такой подзаголовок есть. Вот эта вторая книга, она меня, конечно, замучила, эта книга. Но также дала огромное вдохновение все это написать. Я и свою судьбу туда вложил также. Там есть такая линия главного героя этой книги. Там периодически возникают его разговоры с наставником, с учителем. Такой некий элитмотив повествования. И одновременно практическая работа. Ну вот для меня, я не знал таких аналогов такой литературы. Нигде я их не видел. Но почему-то вот так родилось это. Книга-тренинг. Туда и судьба автора вплетена, и практика тренерского мастерства, и какие-то описания каких-то тем. Туда вложены такие самые значимые темы судьбы человека. Это здоровье, конечно же. Это взаимоотношения мужчины и женщины. Это процветание, то, как оно в жизнь человека приходит. Это вот эта ученическая позиция, как работать с теми задачами, которые жизнь нам дает. Работа с кармическими уроками. Это постижение высших смыслов жизни, реализации своего предназначения. Вот в этой книге собраны все темы. Я помню, как-то с Рами Блектом я общался. И я ему сказал, что вот я создал такой тренинг, мне было интересно. Он спросил, а что такое? Я всем эту тему перечислил. Он сказал, ну ты знаешь, это все в десятку. Сказал, ну вот я тоже так думаю. Хотелось в одном тренинге собрать эти самые значимые темы, которые интересуют людей. Ну вот в десятку, да. Все самые значимые темы. Ну вот это вторая книга «Законы судьбы». Субтитры создавал DimaTorzok